первые дни осени осенние будочки вот у нас уже тут осенние красоты а вот я думал что-то зацвело там красненько это листик первые признаки а Лирик-то уже тут был в саду Серега его запустил Лирик, ну иди иди быстрее радостный такой от того, что он первый этих же с утра не пускает Жорик поехал в командировку в Краснодар ну послали его там надо кое-что решить и вот Лирик с утра с Серегой а эти без меня не ходят ну смотрите, что хочу показать уже вот начинают листики красненькие появляться видите, вот это плоды а кое-где уже вот сейчас покажу видите, вот здесь вот уже и краснота появляется осень а я перед работой решил пройти по саду посмотреть, что у нас тут ленкаранская акация как вымахалась вот, а вот смотрите, тамариск какой он нежненький вот они такие вот видите, какие листики а сдалека, смотрите, какой пушистый пушистый, пушистая а, пушистый, тамариск, да ну, вот, конечно, ленкаранская акация она вне конкурса ну что, иду иду по дну фонтана недавно они ходили, булики мои по дну у озера мы чистили водоем вы видели это я уже все показывал видите, вода уже теперь потемнела помутнела можно ловить рыбу рыбы здесь теперь много запустили марсенчик видел исследовал дно Мирка тоже чудеса тут проявляла всякие и любопытство и экстремизма всякого в направлении воды а вон лирик, видите вон он там бегает лирик бегом а семенит то как гусеница так смешно плавает и плавает смешно и бегает смешно как маленькая гусеница иди, лирок он уже с утра тут все обследовал прошел неужели неужели купаться будет уже прохладно лирок ну что ты купался? а у нас как-то прошлую зиму и марсик купался даже зимою провалился под лед и Виктория его вытаскивала ну что лирок где ходил? чем занимался? Сереге помогал? да? ну давай доложи мне как ты там а лапки там мокренькие где-то уже был в водичку залазил да? ну пошли довольный ну марсик я не буду говорить чем он занимается наверное уже все знают все человечество мира знает уже что он ходит по периметру виноград уже видите созрел весь я его раздаю раздаю ведрами а он еще есть вот видите он наливается на солнце смотрите как красиво выглядит ну уже вот видите засыхает это уже изюм получается на на тебе изюмчик вот он же сладенький изюмчик ну я немножко отдаю по многим даю Серега найти здесь в саду кого-то сложно только по телефону только по телефону Сереж ты здесь доброе утро Сереж я Саню заберу сегодня туда на металлик ничего справишься этот один а то там у нас этот ну дела есть порядок надо помочь навести все в импульсе в импульсе уже соединились мы импульс с металликом и там надо будет помочь может и твоя помощь понадобится ну пока занимайся здесь лирик с утра с тобой был да самый первый самый первый да смотрю бежит такой довольный ну аж как всегда ему ж надо обход озер сделать пойдем с тобой обход озер это Сереж слушай да я слышал говорят инжир сейчас у всех прет зимы ж не было в этом году как бы ну он выжил у людей но говорят что водичку любят очень может быть как ты там заливаешь да там все поливаю все нормально да они говорят ну вот там бывшие наши эти соседи говорят по 6 ведер выливают ну в неделю правда ну что Кузя тут вот он Кузя а я их путаю часто Кузю и Кузину они уже почти одинаково догоняют они его и знаешь что вижу только хвост как только он мерк туда в яму и все вот у него привычка сейчас прятаться в яму вот они тоже в яме а вон он а то Кузина наверное да вон она маленькая вот Ирош видишь палочка а Кузина самая ответная а значит Кузя еще есть такие как Кузина с ростом еще да они подрастут ааа да вот же некогда видишь ходить сейчас все лето там занимался а это к нам в гости кто-то приходил гости эти вот он тоже еще один гость невидимый ну что на Ракузе приходил Мирка ну что будешь заходить водичка холодная наверное да ого прохладненько лучше не надо Мирок давай а вот он самый маленький вот он ага вижу малышок вот слушай был вот такой вот вот подрос уже в два раза больше а на воду жир только который в этом году сажали ага на нем уже плоды есть вот тебе а ну пойдем покажем а сажалишь он был какой сантиметров двадцать да да где-то заходите ух ты вот надо же ну он был вот мы его сажали вот таким он был вот вот а сейчас гляньте уже какой и на нем плоды ух ты ну что плоды может быть оборвешь а вот на том пока нету ну будет а эти глянь уперлись в потолок ну теплица дает все-таки свою да смотри нарвали уже на компот ой на компот на это на варенье а что на компот может и компот с него можно делать с инжира где вы там эй влажность здесь большая ну ты пока держишь да поливается рука влажность а да ну а клапана может открыть да нет она на ее двери хватает хватает мне просто чтобы протягивала ну давай она сейчас дверь чуть-чуть постоит она будет пропасть вот эту я открою вот так да сейчас просто уже это а вечера закроете что ну где-нибудь ну что у вас угостить есть там их финжирчик хоть один какой-нибудь спеленький ну вот под листиком земляне увидел один ну достань один угощу такой спеленький только нет сервис пониже где-нибудь вот тут я видел марсик что ты там на проходе вот спасибо сервис ну земляне ой на только половинку откуси откуси марсунчик на будешь вот 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 марсик съел а лирик есть интересно ты ему давал инжир он не такой он у нас не вегетарианец лирик все марсюшка отходите дайте я пройду инжир проведали ну корм я им наверное не буду давать рыбе по традиции раз инжира дал значит без корма что-нибудь одно ну что пошел я тогда тогда Саня к скольки приходит уже должен быть да ну я его заберу на машине пошел я туда ну что лирок оставайся мы пойдем он ты парень самостоятельный тебе можно доверять это вот эти вот шкодливые не марсик он не шкодливый марсик он такой сосредоточенный вот она шкодливая мирка во все дырки ну что пошли марсюха ну пошел я Сереж заберу Саня вот вот такая вот осень в саду ну уже явно осень в осени гибискусы расцветают вот вот они эти какие гибискусы раздается пение триммеров слышите заглушающие пение птичек это тоже своего рода птички эти триммеры бензиновые птички такие зальют и бензина не поют слышу как марсик чопает сзади чоп-чоп-чоп посмотрите раз вот он я его слышу иду вперед а слышу как он похрюкивает и лапсами чоп-чоп Саша доброе утро я за тобой поехали в металлик там помощь твоя нужна еду с собой взял да ну тогда пойдем все я Сереге сказал он обойдется там надо у нас кое-что это помочь ну что пошли сейчас их выведу ну что вода потемнела на озере можно уже рыбу ловить да на удочку ну да уже сейчас ходил смотрел выводил ну что где марсенчик я их знаете что даже мы сад не закрываем просто вывожу и они уже сами без меня сюда не идут и их главное завести вывести розы вот еще раз покажу тис я уже снимал видео про него Серега мне подвел показал у них интересные такие штучки вот они сейчас у одного даже квадратненькая такая дырочка вот это видите пятигранник а тут где-то есть плодик четырехгранный это вот трехгранная видите головочка в общем удивительно дерево но сказали что плоды ядовитые да я их и не собирался есть тебе не дам туда вот через забор розочка маленькая растет ну что пошли Мирка все пошли а вот это их будущая еда растет помните я их всегда выманывал сорву и в жменьку но сейчас еще не созрело ну Лерок ты оставайся мы пойдем Мирка пошли все все прогулялись осенняя прогулочка прошла проверили что там в саду и Лерок не выдержал с нами а что ты за что ты его ругаешь что он все правильно сделал Мирке лишь бы и на Лирика и на Марсика и на Марсика командирша эй все а была маленькая когда ушко висело так что это было так пошли а то сейчас спровоцирует пошли я ухожу она может спровоцировать наброситься ну как бы как бы вам сказать на Лерика а Марсик поддержать ему лишь бы как бы за любой кипиш лишь бы подраться Сережа смотри там они что-то Марсинчик зуб точит на Лерика понаблюдай ладно а то тут недолго и завязаться открою что там варенье а сейчас туда Сережа привел варенье ну я отдаю отдаю инжир персики ну ребятам они крутят варенье и мы договорились что одна часть мне а три части им нам с Викой хватит и баночки ну к примеру четыре баночки сделали три баночки им одну баночку нам я покупаю сахар газ для того чтобы варить вот он пошли за вареньем так а вы куда а вы стойте тут стойте там другой мир мир нет ходить ну где ты сниму гляну что открыть эти те да Сереж ты на работу побежал доброе утро сейчас я подъеду все давай пока ну не он лично Сережа делает его супруга делает ну как раньше вот у меня был инкубатор я утят выводил и однажды с дуру оставил себе двадцать утят ну решил вырастить и я на всю жизнь пожалел об этом потому что они меня буквально съели эти утята двадцать штук а люди по сто штук заводили утят ну я решил потом так хватит на жопе ездить хватит я уже вижу на публику работаешь вот главное без камеры ты не ездишь а как камеру видишь так сразу начинаешь кататься катальщик а потом я делал по другому я просто отдавал бабушкам утят там десять двадцать штук они меня через там три месяца к осени возвращали уже общипанную готовую одну-две уточки и было выгодно ну что Саш поехали да все ну что урожай да вот он уже превращается у нас в закрутки а инжир где тут вот этот инжир ага вот видите уже инжир видишь понюхай и понюхай ну вкусненько пахнет конечно ну что видели а потом на выходе ну когда у собачек он тоже такой инжир ну только без баночки ну что поехали да Масюльчик оставайся смотри за Серегой а ты за ним смотри Мирка за тобой в общем круговая порука а Лерик за кем будет смотреть а Лерик за всем и за Кузей в том числе понял Лерок все на тебе все и за будкой смотри за своей иди что ты не в будке что ты не в будке а а ты вылез а ты вылез Лерок ему стыдно Лерок иди в будочку что ты засмущался лапкой закрыл мордочку ну Лерок и такое название у него Лерок лапкой